Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Участники телестройки выяснили интересный факт о Лене Босс. Оказывается, она официально еще не разведена. Муж Лены не соглашается на развод. Теперь становится понятным, почему у Лены ни с кем не сложились отношения на проекте. Скорее всего, женщина пришла, чтобы засветиться, а так как за ней наблюдает муж, то она и не строит отношения под камерами. Андрей Чуев снял небольшой ролик, в котором объяснил причины последней крупной ссоры с Татьяной Владимировной Африкантовой. В пылу ссоры Андрей не сдержался и вылил стакан молока на будущую тещу. Досталась и Марине, которая сделала своему парню замечание. А разозлился Андрей из-за того, что она не оставляет в покое его бывшую жену Татьяну Киосе. По словам Андрея, у Тани и ее сожителя проблемы из-за обсуждений в Доме-2. Дима Дмитренко оттягивает заселение с Ольгой Рапунцель, но устраивает романтики и всячески ублажает свою любимую. Дима пишет, «Мы сейчас проводим время вместе, спим, кушаем, гуляем, но объявить пока себя парой мы не торопимся, потому что хотим начать все с чистого белого листа. И если она искренне любит меня, то она отменит кастинг». Дима даже демонстративно выбросил подарок, который успел купить для Ольги Райской. Однако позже стало известно, что Дима подобрал выброшенный сюрприз и спрятал его в шкафу. Кроме этого, он пишет райское смс, «Добивайся меня снова». Заканчивается медовый месяц Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко. Скоро они приедут на съемочную площадку Дома-2 на Сейшелах. «Незабываемое время, полное любви и нежности», – пишет Игорь. На Поляне состоялось голосование за заселение пар в комнаты. На отдельное жилье претендовали семь пар. Причем две из них, Винцеслав Винрожановский с новенькой Леной и Дима Дмитренко с Рапунцель, заселяться не хотят, но коллектив считает, что надо. Настю Волынец и Богдана Бобрика выгнали из отдельной комнаты. Пара постоянно ругается, и ребята считают, что парочке нужно пожить раздельно, чтобы понять, нужны ли они друг другу. В результате голосования свое жилье появилось у Андрея Черкасова со Стеллой Мунасыповой, у Кости Иванова с Сашей Гозе, у Винцеслава с Леной и у Вани Барзикова с Машей Тулеевой. Поля Жемчугова опубликовала снимок, на котором видно, что она надевает своему двухлетнему сыну Миши памперс даже в очень жаркую погоду. Подписчики Ольги осудили женщину за подобную беспечность и нежелание приучать малыша к горшку. Поля пишет, «Ой, началось, бедный ребенок в памперсе. Начнем с того, что это купальные трусики для бассейна. А второе, я сама лучше знаю, когда и как одевать сына, в памперсе или нет. Поэтому не ссорьтесь, девочки». Также Оля поделилась своими ощущениями после операции по увеличению груди, спустя неделю после нее. Первые три дня были самые жесткие, все болело. Потом временно стало полегче, а сейчас боль вернулась снова. Помогают обезболивающие. Сама форма получилась именно такой, какую я хотела. Еще месяц я буду ходить в бандаже, что меня очень печалит, поскольку в нем очень неудобно и жарко. Мне очень помогает Глеб, который ухаживает не только за мной, но и постоянно находится с ребенком. Модель Александра Кабаева, девушка Александра Липового, подтвердила тот факт, что роман ее молодого человека и Вики Романец был фикцией. То есть Липовой просто раскручивал свой фитнес-центр с помощью звезды Дома 2. Девушка пишет, «Надоели нам уже ваши комментарии, поэтому пишу один раз для тупоголовых». Саша никогда не был с Викой Романец в отношениях, это был красивый уход и не более. У Вики своя личная жизнь и у нее все хорошо и у нас. Тема Дома 2 закрыта. Напомним, что Романец покинула проект в мае этого года. По ее словам, она нашла мужчину своей мечты и больше не нуждается в участии в шоу. Теперь поклонники Вики недоумевают, зачем девушке надо было всех обманывать. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.